Латание кровли не самый затратный, но наиболее трудоемкий вид капремонта. Работа мешает то дождь, то ветер, да и большие паузы в процессе делать нельзя. Если потолок протечет, возмещать ущерб будут строители. Поэтому крыши многоэтажек они ремонтируют квадратами. Сначала снимают старую кровлю, делают новую стяжку, а сверху укладывают еще несколько слоев. Прамером жидким покрывается, потом первый слой черновой слой будет покрываться. Гидроизоляция? Да, гидроизоляция. А потом уже будет чистовым материалом, мунифлексом. За летний сезон новой крышей в Саиногорске обзаведутся 42 многоэтажки. Это основной вид работ по программе капремонта в этом году. Цена вопроса почти 63 миллиона рублей. Всего с 2015 года со всех жителей города Саиногорска на капитальный ремонт было собрано 220 миллионов рублей. В то же время строительных работ было выполнено на 226 миллионов. То есть 6 миллионов горожане еще остались должны строителям. Такая отрицательная разница сложилась из-за того, что не все жители города вовремя платят за капремонт. Несмотря на долги, саиногорцы охотно жалуются на уже выполненный капремонт. Так из 56 прошлогодних откапитальных многоэтажек, 6 домов после ремонта собственники жилья забраковали. Например, в Майна люди недовольны отмосткой. Она стала рушиться уже через 6 месяцев. Тут бригада 4 была, работала на этом доме. В общем-то все сделали некачественно. Не только отмостку, она вокруг дома вся такая, вот именно такая, рушится, лопается. Довольных горожан все равно большинство. В этом уверены в республиканском фонде капремонта. За три года в городе удалось отладить взаимодействие собственников жилья с подрядчиками и проектировщиками. Конечно, собственники не то что имеют право, а даже должны участвовать как в приемке многоквартирных домов, так и в процессе самого ремонта. При процессе производства, либо по факту гарантийных обязательств, в случае наличия вопросов у собственников, в первую очередь собственники должны обращаться в фонд капитального ремонта. Всего в Саяногорской программе капремонта 348 многоквартирных домов. В 50 из них уже стоят новые инженерные сети. С новой кровлей 69 многоэтажек. Еще 37 домов красуются новыми фасадами. Михаил Валов, Виталий Ломаковский. Новости. Седьмой телеканал.